Модельная библиотека в селе Подгородняя Покровка Вот последние акции могу назвать. Это флешмоб, когда мы привлекаем своих читателей в библиотеку. Мы и на траве читаем книжки, мы специально пошили даже маечки, фуражки с эмблемой библиотеки, с эмблемой книги. И вот таким образом привлекаем своих детей. Не только детей, но и даже взрослых. Выходим на улицу с акции, читаем стихи всегда Пушкина, например. Кроме того, библиотекари проводят массу мероприятий, связанных с возрождением русской культуры. Пример тому – День семьи, любви и верности. Князь понял, что это божье наказание за его отказ жениться на Февронии. И тогда он сказал родственникам. Для Бога нет ни богатого, ни бедного, ни князя, ни слуги, ни смерда и ни боярина. Везите меня к Февронии. Красивые костюмы, народный фольклор и история праздника – это лишь небольшая часть программы, за которой читатели не только наблюдали, но и принимали в ней участие. Часто прихожу в эту библиотеку, мне тут очень сильно нравится. Всегда могу зайти и найти что-то интересное по школе или просто даже для себя. Вот сегодня был хороший день, День Петра и Февронии. Дети узнали что-то нового, что не знали. Тут выступал народный ансамбль «Радуница». Надеюсь, всем очень понравилось. Красивые праздники на различные темы библиотекарям помогают организовать специалисты местного Дома культуры. Мы тесно сотрудничаем, совместно проводим мероприятия, вот как сегодня, допустим, провели мероприятие, посвященное Дню Петру и Февронии, Дню Семьи и Верности. И в течение года у нас очень много мероприятий проходит, которые мы проводим вместе. Сейчас вот лето, конечно, вроде бы все дети поразъехались по лагерям, по детским, по бабушкам, по дедушкам. Но наш ансамбль занимается и плодотворно работает в течение всего лета. Хотят дети ходить. Гостей на таких праздниках бывает много. Анонсы предстоящих мероприятий есть в интернете. Кстати говоря, всемирной паутине, здесь нередко идут споры о том, зачем ходить в библиотеку, если можно скачать нужную литературу на сайтах. В интернете есть все произведения, но, во-первых, там это вреднее, как читать. А в библиотеку там есть контакт с книгой, можешь с ней как по душам поговорить. Библиотеки утверждают, интернет не противник, а союзник. Там можно найти любой сценарий, воплотить его в жизнь и рассказать об этом в соцсетях. Почему модельная библиотека? Новая, стильная, креативная. Мы имеем свой сайт, мы имеем свой блог, мы работаем в Фейсбуке, мы работаем в Одноклассниках в группе Подгородния Покровка, ВКонтакте. Миша Никитин – один из самых юных читателей. В пять лет выучил буквы, заинтересовался книгами, но с библиотекой познакомился гораздо раньше. Я родился и сюда я уже пришел. И с детства я ходил сюда и читал книжки. Книг в библиотеке с каждым годом становится больше. Они поступают сюда как при финансировании сельской администрации, так и от авторов. Именно поэтому постоянно работает выставка, на которой размещены сборники поэтов и прозаиков нашего региона. Кстати, есть на этой полке и особая гордость. В 2011 году редакционно-издательский отдел Оренбургской областной универсальной научной библиотеки имени Крупской выпустил книгу Веры Филипповой «Подгородния Покровская сельская библиотека. Из опыта работы». В нее вошли архивные документы, воспоминания старожилов, газетные публикации, посвященные односельчанам. И, конечно же, большое внимание уделено сельской библиотеке, которая подходит к своему 80-му юбилею современным и интересным посетителям. Продолжение следует...